ЛОКО 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 Иванова, Иванова. В своем новом сериале «Вне игры». Я Скаут. Я ищу пацанов, которые имеют шанс стать футболистом. Но я прошу тебя, дай ему шанс. А если он за сборную играть будет? Он забивает каким-нибудь французом, и весь стадион начинает орать. Россия! Россия! У тебя есть три месяца. После этого тебя выгонят. Или оставят. Зайснет тебя. Ла-ка-бать! Сериал может только помочь людям, которые занимаются, участвуют в этом процессе. Измениться самим, посмотреть на одни и те же вещи немножко другими глазами со стороны. Вызов художников приняла команда футбольных специалистов, которые часто не согласны с их вымыслом. По их мнению, в реальной жизни не все так безнадежно. Я вообще не понимаю, как тут можно плохо играть. Я когда умру, хочу, чтобы меня здесь похоронили. Каждое воскресенье надо мной в футбол играли. А здесь многие похоронены. В смысле? Ты на Виталике стоишь. Лакомотив! И раз вперед, лакомотив! Такого еще не было на телевидении. Такого не было вообще в принципе в широком формате, чтобы система футбола в России раскрывалась именно таким способом, а не, я не знаю, каким-то мнением экспертом на канале Мачтв. Это не про нашу академию. Ну, Басмас, сходите на игры, посмотрите. Такое могло бы случиться, и, возможно, когда-то случалось, но не в нашем районе. Я просто захотел рассказать людям, почему в России такая ситуация с футболом. Селекционер в сериале ведет себя как-то несерьезно. Он такой, больше пьяница, а обычно селекционеры в клубах. Виду здорового, образ жизни. Ну, я пять лет работал скаутом в ЦСКА, и... Реально, в лакомотиве этих проблем не существует вообще. Все занимаются спортом, ведут здоровые... Ты знал одно. Вот ворот, вот мяч, нужен гол. За пределами этого поля мы жив. Не научились. Мы большие дети, которые игры кончились навсегда. Что у него остается? Давай, наливай. Он держится всеми силами, и правдами, и неправдами, и алкоголем, в конце концов. Поддерживает весь этот свой нигилизм. Потому что иначе, как говорится, сердце разорвется. То есть, пока ты играешь, ты нужен. Ты нужен этой команде, да? А что-то случается, ты не нужен. И многие, в том числе, как вот я, я не пойду просить, помогите мне там. Я буду выплывать, и я выплывал сам. Ну, в общем, по большому счету, он говорит о прошлом, о том, что было уже когда-то. Если у героя нет проблем, там, то за ним не обязательно следить. Это же не про футбол, это же про жизнь. Кто из вас уверен, что станет футболистом профессионально? Так. И никто не поднял руку? Ну, я думал, что это будет более детское кино, нежели получилось. Они оборачивались ко мне и говорили, вот, смотрите, да, ведь это у нас так, а у нас как? И ведь у нас это вот так, не, Анталия Борисовна, а у нас вот здесь немножечко по-другому. Все мальчишки, которые играли в этом сериале, это все реальные футболисты. Ну, нас все время спрашивали, правильно ли снимается, правильно ли написано по сценарию, потому что сами сценаристы, они же не футболисты. Этот сериал, в принципе, нужен всем для понимания, потому что люди со стороны, люди извне футбола, они не понимают, чем это тяжело. В общем-то, он отражает точку зрения, с ней можно не соглашаться, я, например, с ней не очень согласен, я, честно говоря, я совсем не согласен. Из нашей академии выходит самое большое количество игроков премьер-лиги. Потрясающий клуб, он сейчас на первом месте в чемпионате России. Когда мы начинали делать этот сериал, «Локомотив» был на десятом. Чья возьмет, зрители решат, конечно, сами, посмотрев сериал и вникнув в эти противоречия. А мы тем временем проведем свое независимое расследование. Этот реальный парень чем-то очень похож на героя сериала, будущую звезду «Локомотива» Рыбаченко. У меня на первом месте тренировки. Хочется играть в футбол и чтобы много времени было отдыхать. У нас все совместно. Тренеры вместе с нами работают, мы все заодно. Тренерский состав, учительский. Поэтому решаем все сообща. И очень часто его вижу в последнее время, что он так называемо работает над собой. Это восемь полдевятого. Он еще находится на самостоятельных спортивных тренировках. От них можно отказаться. Но он очень сильно решил поработать и очень четко над собой. Поэтому ему это, на мой взгляд, и мешает, чтобы он совмещал футбол и учебу. Крапива часами отчаянно висит на турнике, растягивает себя, качает мышцы. Он готов даже на то, чтобы ему кололи уколы роста, как низкорослому Месси в детстве. Если он не вырастет, то, скорее всего, попрощается с большим футболом. В случае с Крапивой родители все перекладывают на старшего сына, Мишу, который тоже когда-то подавал надежды, получил травму, долго восстанавливался и теперь лишь мечтает вернуться в большую игру. Зато он всегда готов дать ценный совет младшему брату. Вот мы думаем, что делать, либо сдавать квартиру и ехать за границу. Но вот Испания, они неправильно, чемпионы мира, Европа, постоянно выиграют, естественно, у них там есть, значит, какая-то система, раз таланты вылетают. Испания методика как раз позволяет ребенку принимать решения уже с самого детства. Они не заставляют выигрывать каждый матч, потому что этот риск минимизируется при повторениях в тысячный, в двухтысячный раз, они сделают так, как нужно. Поэтому мы видим вот эти короткие пассы, которые ювелирные, потому что это отработано уже до автоматизма в детстве. А почему? Потому что им дали возможность ошибаться. Но есть турниры, допустим, мало значащие чего. Пожалуйста, мы там даем большое игровое время тому же Крапивнику. Много игрового времени. И вот такие вот моменты его рушат. Прошел сбор, у него ноги летят, все, у него голова свежая, все думает. И тут он приезжает на Россию, когда я ему говорю, это самый важный этап в твоей жизни, это вот эта Россия. Я говорю, там надо показывать, выкладываться. Его сажают на замену, это не объясняют, почему, что. Рыбальщик, иди сюда. Давай, шевелись. Судья, у нас замена! Играл, 20 секунд. Коснулся мяча, и все закончилось. Я не понимаю, зачем это нужно было делать? Вы же так с детям психику ломаете. Послушайте, зачем вы вообще сюда его тащили, если он вам не нужен? Физически он очень слабый. Вы же видели, какой, да? В два раза ребята выше его и мощнее. Его просто отстраняют рукой, и это не является нарушением правил в футболе. Вот и все. Наверное, в какой-то степени у нас это не так получается, как в таких странах, в странах, как Бельгия, может, Голландия. Там реально растут талантливые ребята, им дают дорасти до определенного момента. Ну и тут клубы должны для себя решать, академии клубов, что для них важнее, что первичнее, что вторичнее. Наших тренеров не хватает, конечно, русских отечественных тренеров не хватает. Я думаю, их должны воспитывать наши специалисты, потому что они с ними могут разговаривать на своем родном языке, они к нему в душу залезть. У нас уже специалисты были до этого, и из Бразилии, и из других стран. Это путь никуда. Здесь больше ударил в первый мяч и побежал. Тут более силовой футбол, а там игроки вырастают техничные, с хорошим дриблингом. Нет такого, что есть стартовый состав, есть замена, то есть такого нет. Там дают возможность всем играть, всем развиваться, всем. Не важно, ты более талантливый или менее. Вот у них есть там, так скажем, определенная квота времени, которую ребенок должен проводить на поле. Можно вспомнить Мирончуков, от которых отказались в «Спартаке», посчитав, что тоже они физически недостаточно мощные, развитые на тот момент. Юношеские футболы созданы для того, чтобы создать каких-то новых звезд, где-то давать больше воли, свободу на поле, то есть не закрепощать игрока. Да, два Мирончука, как раз они воспитаны на какой-то определенной свободе. Они выделяются, поэтому и попали сборную, поэтому я думал у них будет хорошее дальнейшее будущее. Мирончуки в своей команде уже до определенного момента созрели. У нас они только-только-только начинают опериваться, что ли, на международном уровне. Мы им даем играть и, ну, меня критикуют, в частности, за то, что там пятикратным чемпионом мира поиграл. Большого игрока он все равно не вырастет, потому что для детского тренера важный результат сегодня. Ему сегодня надо выигрывать чемпионат, иначе его уволят. Поэтому набирают здоровых, а не талантливых, которые раскроются, но раскроются позже и делают из них роботов, не дают импровизировать, рисковать, в них убивает индивидуальность. Поэтому у нас нет звезд, сплошная серая масса, поэтому в 12 лет мы с испанцами играем на равных, а в 20 на это смотреть больно. Мы выбираем людей, кто может на высочайшем уровне выступать, у кого позволяет его выучка, его характер и его физиология. К сожалению, физиология это важно, и тут ничего не поделаешь. Если организм не готов, ты не будешь играть, но это не, через какие-то вещи не перепрыгнуть. Как раз в 13-14 лет мы все выигрываем за счет физики, мощи, техничные молодые ребята остаются в стороне. За границу ездят, привозят все первые места, но потом вот эта вот вторая ступенька между школой и сборной, ну или основой, она вот теряется. Вот эти ребята 17-18 летние, они у нас теряются. На самом деле это иллюзия того, что мы, ну то есть по существу наши сборные, такие мини-сборные России, собранные там в нескольких клубах, они могут сопротивляться в возрасте 12-13 лет клубам даже серьезного европейского уровня, но которые локально задействуют тех детей, которые живут в часе езды от этого тренировочного центра. Ну, что-то в нем есть, но сказать, что он нас усилит. Ну, видно, что вы мальчишка умный, но физически слабоват. Да и вы здесь золотовчик. Вам привозят здесь техничного умного, вы говорите физически слабый, вам привозят здесь здорового и быстрого, вы говорите тупой. Вы хотите, чтобы я вам готовых игроков, что ли, привозил? А вы тогда здесь зачем все? Вы же школа! Вы же развивать должны! А вы только кубки и медали подавайте и секунду! Ты такой умный! На! На, свисток! Иди тренируй! Они каждую неделю собираются на тренерском совете и, значит, обсуждают результаты школы, кто как сыграл. И вот каждый тренер, он хочет выиграть игру, чтобы прийти на тренерский совет и спокойно сидеть. и смотреть на своих коллег, которые проиграли. Вот так. Да, у них даже увольняют. Это правда. То есть у них стоит задача. В локомотиве этой задачи нет. Я сталкивался с такой ситуацией. Я же работал долгое время детским тренером и начинал. И всем небезызвестный Денис Колодин, он же пушка страшная, бронзовый призер Евро и все остальное. У него был период, когда два года в Волгоградской Олимпии, ну то есть в периферийной школе, он вообще даже не ездил на соревнованиях. Даже тот же наш Андрей Аршавин, он на нем, в принципе, поставили крест. И если бы не тренер в Питере, который в него верил и принял тогда Санкт-Петербург, он бы не играл этот мальчишка никогда. Это дай бог, что вот если он приложит эти усилия, выстрелит и дальше пойдет. А если не будет доверия тренера, если он не вырастет, мы не знаем маму, папу, какие они ростом у него, правильно? Ну, такие примеры уже были у нас. Был такой футболист, Белаев Насыр, 95-го года рождения, мальчик. В точность такая же история. Он был маленьким, но по тактическим и умственным соображениям футбольным просто очень хороший. Не вырос. И в итоге талантливый парень в принципе не заиграл. Появилась команда Казанка, которая дает возможность нам ребят в системе локомотива оставить хотя бы до 21-23 лет. Потому что мы должны все понимать, физиологию не обманешь. Такие страны, которые, как Испания, Италия, Англия, они же намного-намного меньше, чем Россия. Но в футбольном плане они нас превосходят. Он очень хочет Барселону. Это его мечта. Могу сказать, кайфовать там на берегу моря, чтобы теплая погода была, морской воздух. И играть в удовольствие. У меня тоже была своя мечта, но у меня не было брата, кто мог так помочь. Я вижу в нем талант, вообще бешеный талант, который ему надо помочь реализовать его. А представь, ты в Англию поедешь играть, а к этому надо стремиться. Ты видел, какие там здоровые все. Не будешь жрать ты, сожрут тебя. Вот возьми того же Агуэра из Ман-Систер-Сити. Да, он маленький. Но ты видел, какой он рамы? И уж с места не сдвинешь. Ноги вот такие. А если с тобой рекламный контракт подпишут? Как это ты фотографируешь вообще, а? Кожа да кости. А телки должны от тебя пищать. У тебя должны быть там кубики, плечи. Ты что делаешь? Я зимний, я, мол, на тараканов похож. Мы, по крайней мере, я не знаю таких сериалов, мы впервые дали возможность фанату клуба поучаствовать в жизни клуба. Ты персонаж, естественно, сумасшедший. Естественно, на сумасшествие верить в это. Что наши ребята заиграют, что наша сборная выйдет, что у нас все будет хорошо. Я же помочь хочу. Просто достало, что ты прыгаешь на этой трибуне, болеешь, орешь, эти фаера, драки. Толку никакого. Мы на игру никак не влияем. А я хочу, чтобы от меня что-то зависело. Вот Саша, молодой персонаж в этом сериале, это я в начале работы своей, в начале пути скаута. И Фил, это то, что со мной стало через пять лет. Ладно, допустим, ты лучше меня в игре понимаешь. Ну ты же ни черта ни во что не веришь. Не будет нас в футбол, не будет нас в футбол. А я говорю, что будет. Для этого не надо бразильцам русские паспорта раздавать. Наши должны играть. Надо просто верить. Я привлекаю болельщиков на стадион. Ну, не знаю, возможно, привлекаю внимание СМИ или еще кого-то к своему клубу. Мне кажется, можно провести отдельный документальный обзор у футболистов российских. Вы знаете песни Луана? Именно на таких ребятах, кстати, вот все, что до сих пор теплится в этом футболе, в нашем, все, что более-менее шевелится, это все благодаря вот таким энтузиастам. Родители в школу опять вызывают. А что там в школе случилось? Да ладно, не гони, начать за себя. Нормально все. Да не гони. Он сказал, вызывают родителей в школу. Что с фирмаемости, и так же, говорит, поговорим на что-то другого. Потому что там что-то, тебе же говорил тогда вопрос, что для исключения из этого, из локомотива не стоял. Да. Ну, ну что, я думаю, что это шутки он пошутил. Ну, а что это за поведение-то опять? Надо как-то, я не знаю, собраться, или что-то в голове поменять свое, нет? Под угрозой его дальнейшее обучение в общеобразовательном классе клубной академии. И, возможно, Дане придется перейти в обычный класс по месту жительства, что сильно ударит по его тренировочному процессу. Ну, а что делать? Если далеко живешь, значит, что-то можно открыть и в электричке почитать, особенно устные предметы. Мы живем в глубоком Подмосковье. В 6 утра его поднимают. До автобусной остановки. Минут 10 ходьбы по деревне. Потом он едет 20 минут на маршрут. До станции на электричку садится. Потом битком набитая электричка, еще неизвестно, сколько он ее там ждет на морозе. Едет до Карачарова. Там пешочком до МЦК. Еще 10 минут, допустим, ходьбы. Я езжу в электричке, потому что на тренировку народу еще больше, здесь вообще толпочка. Невозможно сделать уроки. Нешаю прием учителям, которые говорят, что сделать уроки. В 11 ложится спать, а в 6 опять подъем. Когда уроки-то делать? Ладно, я буду ездить из дома. Как ты будешь ездить? Через всю Москву, туда-обратно, потом еще школа? Ты в метро собираешься уроки делать? Буду делать. Нет, я против. Мама права, Денис, ты не тренироваться толком не сможешь, не учиться. Ты должен отдыхать, высыпаться, хорошо есть. Если у тебя этого не будет, ты сдохнешь через месяц. Но вообще систему нужно изменить таким образом, чтобы вот этому пацану, откуда он там у вас, из Марьино уехал, да, чтобы ему не нужно было оттуда уезжать в локомотив, чтобы он также в Марьино, занимаясь хорошим, Митина, да, Митина, занимаясь хорошим тренером, участвуя в тех же соревнованиях, имея ту же инфраструктуру, мог дорастать до профессионального футбола. Никогда не сдаваться. Идти только вперед и к мечте. Да. Все верно. О своих проблемах Крапива рассказывает только старшему брату Миш. Родителей даже не всегда в курсе. Не, на слово ему верю. Не контролирую. Вот эти вот блогеры, которые он создает, да, вот это вот, пожалуйста, я сама посмотрела, ему не охота напрягаться в учебе, у него самое главное дело и любой футбол. Вы что угораете, блин, он только что носицами вложил? С первого же удара, пацаны, это первый дубль был. Это Крыш 99, чего когда-то даже монеты у него не хватит? Он хочет все сразу. Семья должна знать, как растет их сын, и проговорить эти моменты с ребенком они должны. Вот оценки вы, наверное, знаете, да? Я не хотел бы, чтобы, знаете, везде по чуть-чуть и нигде ничего. Если он нормально не будет устанавливаться, в дальнейшем он просто проиграет борьбу. Они же все думают, что будут великими футболистами-миллионерами. А учиться уже не нужно. Ну, допустим, ЕГЭ он как-нибудь сдаст. Вот здесь у него вместо головы будет футбольный мяч. А это на всю жизнь. А уж когда она говорит, ну, прям мажет краской, что все футболисты абсолютно там бесперспективные. То есть, ну, так же не бывает. Можно в цирке научить собачку лаять столько-то раз, дважды два-четыре, да? Медведя в футбол наиграть, играть научить. Значит, это хороший дрессировщик. То же самое и здесь. Хороший учитель, он научит всему на уроке. Что можно уроки не делать, а все понять, правильно? Не хотите учиться, не учитесь. Нравится быть тупоголовым кубичем, пожалуйста, дело ваше, ну, хотя бы не нарывайтесь. Вы получите дипломчики футбольной школы и поедете по домам охранниками и водителями работать. А по выходным будете играть за местный пивзавод и рассказывать, какие вы были крутые. И как в жизни все несправедливо. Для меня однозначно учиться обязательно надо. В той же Барселоне, да, там есть такой момент учитывать, что если ты в школе плохо учишься, просто не допускают тренировок. Те, которые мальчики жили, которые жили у меня дома, а не в интернате, вот такие футболисты молодые, каждый вечер я им объяснял, что это необходимо. Взяли учебник, открыли. Где-то ваше задание? Сумма первых десяти членов геометрической прогрессии равна 64. Президение первого десятого члена равно 16. Найдите сумму чисел, обратных этим десяти членам геометрической прогрессии. Нужен репетитор. Им нельзя учиться вместе, потому что все равно они будут друг на друга смотреть, да. А если он учится в нормальном классе, где, ну, наоборот, надо стремиться к знаниям, где есть девочки в классе, которые, как правило, учатся лучше мальчиков, ну, на каком-то этапе, да, то, естественно, это совсем другие ценности и совсем другое отношение к образованию. Никому это все нужно. Это никому из ребят, хоть наших, хоть не наших в жизни не пригодится, а вы так нервничаете. Ну, забьют себе голову этой ерундой на месяц, сдадут ЕГЭ, а потом забудут, как страшный сон. Зачем все это было? Так что сочувствую вам вашим нелегком и бесполезном труде. А что творишь, а? Судя по тому, как наша сборная играет в футбол, это ваш труд бесполезен. В главном он старается быть честным перед собой. И эта честность, да, заводит его туда, где мы его видим. Она заставляет его быть местами очень неправильным и неудобным. Может, я потому что и работаю в данный момент водителем, потому что я всегда говорю то, что думаю. Как раз-таки то, что у каких-то наших игроков не до конца сложилась карьера относительно уровня их таланта на Западе, как раз-таки было связано с тем, что где-то не хватило языка, где-то не хватило уровня адаптации, какой-то гибкости, да, где-то каких-то, может быть, образовательных моментов. Вы знаете, у нас такого давно нет. У нас школа вообще-то первична. Или это большое сочетание с нашим футболом. Да не нужно ему учиться. Ему нужно учиться в футбол нормально играть, потом это всего на огонь. Пускай он даже в школу. Я до дождя прятался в школе исключительно только. И отец в разрез учебному образованию предпочитал футбол, потому что он был тренером футбольной команды, комнаты школьника раньше были. И писал мне эти писульки так называемые, для того, что я просто в школу не ходил и все. Я, ну, так сказать, забил на школу-то по большому счету. И потом, уже осознав то, что у тебя здесь недочет, уехав в ту же Францию, начал изучать. Мне не помешало выучить два иностранных языка, не помешало знать авторов, по крайней мере, в лицо. Я сейчас, думаю, больше того, там какие-то прочитанные. Ты в любом случае, если ты профессионально занимаешься футболом, ты в любом случае где-то в учебе ты упустишь что-то. И приходится делать выбор. К проблемам с учебой родители часто относятся с пониманием. Но неудача в футболе – это уже слишком серьезный удар по их самолюбию. Мужчина фанат футбола, там, да, и он мечтает, чтобы у него сын стал футболистом. Вот он его водит во все школы, его отсюда выгоняют. То есть, ну, ребенок не тянет. А он все равно, вот ему надо, да. Они все делились родители на две категории. Те, кто привел просто потому, что, ну, как бы каким-то спортом ребенок занимался, и те, которые вот уже просчитали там на 20 лет вперед, что будет вообще. И все это ребенку кнушили. Карьера в «Спартаке», где Крапива был тоже одним из лучших, завершилась по вине заботливого родителя. Я не просто болел. Допустим, есть видный игрок очень слабый и не помогает коллективу. Небольшая критика в адрес. Кому-то что-то не понравилось, родителям не понравилось. Пошли жаловаться и так далее. Встаем. Эй, Допинати, слушай. Слушай, Допинати, что ты творишь? Зачем детей обманываешь? Бессовестный ты. Что ты творишь, а? Кого ты успокаиваешь, а? Лучше суди, нормально, чечено. Все, все. Так, все, я игру останавливаю, продолжать не собираюсь. Пока вы не подненете стадион. Мне сейчас сам этот стадион покинет. Дети плачут. Кто-то угрожает, что ты там никогда не возвращайся домой. Пойдешь пешком за машиной, пока мы будем ехать до дома и так далее. Я попросил доктора. Думаю, ну, знаешь, в чем дело? Если нога болит, ну, не надо же ребенку тренироваться. Зачем? И он ему признался сквозь слезы, что мама сказала, что если я уйду с тренировки, она меня убьет. То есть, ну, убьет, ну, грубо говоря-то, да? То есть, понимаете? То есть, самые страшные родители – это те, которые делают ставку на своих детей, что вот он будет футболистом. Это самое первое заблуждение. Даша, перестань баловаться! Уважаемые родители, замечания на тренировке делаю только я. И большая просьба – на поле выстоять не должны. Только с той стороны сетки. Молча. Спасибо. А у нас родители считают, что они могут подойти и сказать «не-не-не». Он пас отдавал правильно. То есть, я грубо говоря говорю «беги», а она, грубо говоря, «стой». Ну, и что ребенок должен делать? Кого он должен слушать? Вот и вся ситуация. С родителями никто не работает. То есть, родители – это просто никому не нужные, на самом деле, бывшие дети, которые выросли, но они вот психологически остались там в 13-летнем возрасте, условно. И ни в одной школе, ну, вот в локомотиве, по-моему, есть, насколько я знаю, там психолог, но все равно он не работает с родителями. А отец, конечно, всыпал крапиве за двойки, как полагается, и явился посмотреть на успехи своего младшего отпрыска на футбольном поле. Сегодня ответственный матч с «Динамо», а «Крапива» опять на скамейке. Но от этого он становится еще злее и амбициознее. Ведь он любит футбол больше всего на свете. Почему я должен его ставить, если он слабее? У нас тут не кружок в футбол, а играет сильнейший на данный момент. Мы дали себе три месяца, чтобы понять, нужен нам он или нет. Если он не будет играть, как мы это поймем? По тренировкам? Полтора месяца прошло, еще полтора на банке просидит, и ты скажешь, что он не тянет. Наши тренеры, конечно, в целом, да, они смотрят вглубь, они смотрят на весь процесс. И самое главное, что над ними есть руководство Академии, которое их заставляет это делать, которые смотрят, а как они обучают ребят, а как у них ребята там, какие перспективы они имеют. Они смотрят на их прогресс. И как будто в подтверждение этих слов Крапиву выпускают доигрывать второй таймс-динамок цинг. Игра заметно оживилась. Крапива любит тянуть одеяло на себя и демонстрирует все, на что способен. Крапива, давай, давай, давай! Не отдай, не отдай, ни на что не отдай. Зараза, блин. Отдай мяч. Отдал к другому. Но, видимо, этого времени недостаточно для того, чтобы побороть волнение, как следует освоиться, забить гол. Ведь именно этого все от него так ждут. И вот судьба сама предлагает Крапиве шанс. Остается только правильно им воспользоваться. Привет. Как дела? Да и вот находятся те люди, которые ходят на игры, просматривают ребят, потом за бутсы, подписывают контракты, и дальше дети попадают в такой капкан. Это такой сложный вопрос, который мы оградить ребят и их родителей не можем. Лишнее делаешь надо, на команду играть. Причем мне сегодня сказали такой секрет, тебе такое не скажут, а я тебе скажу. Ширко разговаривал по тебе с тренером твоим, и он сказал, что ты для команды не играешь. Я считаю, что в регламенте детско-юношеского футбола и Российского футбольного союза должна быть статья, которая ограничивает подписание агентских договоров, например, с 18 лет. Клуб начинает нервно реагировать из-за того, что до этого не было сделано никаких шагов. Получается некий такой диссонанс. Пока агент не появился, на мальчика никто не обращал внимания. Как только появился агент, и тут же иногда в клубе выстреливает руководство, мысль, ой, он, наверное, не так просто пришел, наверное, что-то в мальчике есть. Ты должен в движении все. Знаешь, сколько я видел талантов? Ну, реально много. У меня сейчас в Бразилии мальчишка есть хороший, там, в других странах. Они не понимают иногда, что они хотят от агента, хотя агенты понимают, что они хотят от них. Я просто вам скажу прямо, без агента ни в один клуб не попадешь. Для каждого футболиста надо определенного тренера. То есть нельзя всех подданного ребенку. Ему надо личного тренера тоже обязательно найти. Да, я думаю, что да. В этом, в Знаменском, есть хороший тренер. Братья Знаменских. А, лёгко-атлетический? Да, там есть, он его поднатаскает. Надо находить диалог, борьба плохой способ. Борьба ни к чему не приводит. Можно бороться, но это тупик. Ну, вот, заканчивая тем, что дети уходят вместе с агентом. Мальчику нужно развиваться, мальчику нужно нарасти. Тогда ты приходишь и говоришь, отпустите мальчика. Клуб считают по-другому. Он хороший, он талантливый. Начинается конфликт и выяснение отношений. Если он талантливый и хороший, почему он не играет в футбол? А насчёт Европы? Можем подумать, надо просто подумать, как. Огромное количество мальчишек, которые после окончания футбольной школы сразу не попадают в первую команду. Они никому не нужны. Шокери. Я тебя вижу как шокери. Если ты будешь заниматься нормально. Потому что, ну, когда на поле, ты вообще, честно, маленький кажется. Так-то вроде не так сильно маленький. Они в этом возрасте не понимают вообще, что это такое. И у них первая мысль это, я так хочу агента. Вот если у меня есть агент, я уже звезда. Почему ты думаешь, что ты сейчас не в составе играешь? Ну, только из-за физической, я думаю, что только из-за этого. Они берут лучших, выдают им бутсы. А дальше, когда ребёнок уже вырастает, из них мало кто. Возможно, там, один-два человека выстрелит. Но тот, кто выстрелит, он за него отобьёт эти бутсы. Понятное дело, отобьёт в 10 раз больше, он отобьёт эти бутсы. Зайдите в любой хороший магазин спортивный, да, вы увидите стоимость бутсов, в которых сейчас играют ребята. Этих бутсов не нужна ни пара, ни две, ни три на сезон. И ты каждый сезон этим занимаешься. Это как минимум, я не говорю про всё остальное. Потом мальчик в 17 лет влюбился и бросил футбол. И я вас задаю вопрос, а что это как неблаготворительность? Английский надо обязательно, надо репетитор нанимать, чтобы ты разговаривал. Потому что кто не разговаривает на языке, тренера ты не поймёшь, и ты толку не будешь от этого. Ну, есть у детей, да, сносят крышу. Даже вот если ребята уже на контракте, даже в школе, ещё не попадав в сборную, ещё там нигде не заиграв, только ставят их на контракт. Вот это, конечно, очень некоторые сносят. Там чуть ли не на каждом матче прям тебя вот так вот дёргают постоянно и говорят, давай сюда, давай сюда, давай подпишем так, подпишем так. Ты не заиграешь, если ты ему не будешь уверен в себе. Потому что даже я, вот сейчас вот говорю, выхожу в любительский футбол, я один из самых сильных там. Потому что я так и есть. Головье моё, профи. Хотя я в ротарь был. Комиссионные агенты могут доходить до 20%. Это может быть миллионные контракты, не в рублях. Ну, он будет помогать Европе, продвигать меня везде и вообще поможет устроиться в команду. Я лишь хочу, чтобы Роман просто играл и больше ни о чём не думал. А будет это локомотив «Спартак» или «Зенит», мне по большому счёту всё равно. Это вам всё равно. Локомотив родной клуб Романа, он здесь и вырос, это его дом. И что теперь, раз он дома, он должен за копейки играть? 450 тысяч евро в год это копейки? То есть, если бы я в те времена вот стал чемпионом и платили бы такие деньги, я бы мог практически всю жизнь уже и не работать. Узнал? Жизненные соблазны, они очень неприятные и вкусные, поэтому... Бывает ещё, они только начали играть в 18, да, в 20 уже заканчивают. Играть, зачем я буду ещё выходить и стараться? То есть, это психологически сразу, он даже сам того не подозревая, уже как бы сразу, то есть, деградирует. Как же вы меня достали-то, а? Появляйтесь возле пацана, когда ему 16 лет, дуйте ему в уши, ну, там, бутсы купьте новые, там, 100 долларов дадите. Потом выжимаете из него всё. Из него и из клуба. Это рынок, вот он такой, ничего не сделал. На самом-то открытый рынок. Игрок, если не будет получать здесь, здесь мы не будем платить, запретим. Скажем, нет. В России запрещено платить большие зарплаты. Он уедет туда, где разрешено. Главное решение должно быть, чтобы мы привезли как много молодых игроков из Академии, как можно. И я думаю, что все, кто здесь, в районе Чикизовской, любит это. Скажите правду, пожалуйста. В футбольной школе «Локомотива» тренируется человек 200. Если хоть кто-нибудь из них дойдёт до премьер-лиги, это будет невероятное счастье. Дети отсеиваются по разным причинам. Здоровье, там, ну не тянет человек высокие нагрузки. Травмы, постоянная история. Тренер должен попасться толковый, а их мало. Психология, может не хватить характера. Может просто, ну, надоест футбол. Встретил девочку 16 лет, всё, закончил с футболом. Звёздная болезнь. Только начал чего-то добиваться. Тут же сходит с ума и перестаёт работать. Я скаутом, работаю 7 лет. Из моих ещё никто не заиграл. Возможно, так и было с ним. И такие люди есть, такие скауты, которые ищут, 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 ищут. Работают с классом. Это не значит, что вся система не работает. Система-то работает. Мы же это видим. Можно ругать, как вы говорите, систему там, или тренировать, или ещё что-то. Можно их самих спросить. Футболистов, а что же вы так дальше своей судьбой-то распорядились? У нас вообще никаких условий не было. Никаких условий, да. Гаревое поле или там асфальт, один мяч на всю команду, и ничего, как-то смогли же выросся, пробиться. Не клубок теряют, они просто не доходят до конца, до финиша, по разным причинам. Когда ты прошёл детско-юношескую школу, то всё зависит только исключительно от тебя. Даже не от тренера. И на этом, и на примере английской премьер-лиги могу сказать, что там нет мотивационных собраний по 20, 30, 40 минут. Не вера в себя, это вот самая главная преграда. Говорится все, да, все травмы идут от головы. Ну, есть такая фраза, вы эту слышали, не первый день. В какой-то степени, да. Послушайте людей, кто занимался в школах. Каждый вам второй скажет, но я-то был бы великим талантом, но травму подкосил. Футбол – это командная игра. И в одиночку добиться успеха просто невозможно. Крапиве повезло. У него отличная команда. Преданный брат, неравнодушный отец, одна из лучших футбольных академий, тренеры, учителя. И хочется верить, что он свою команду не подведет. Так же, как верят создатели сериалов своего героя, Дениса Рыбальченко. И надеются, что вместе с ними поверят и все остальные. Это такая огромная страна. Мне могут 11 человек для сборной набрать. Не говори, такие бабки получают и нифига не играют. А ты любишь свою работу? Так вот и они не любят. Тебе даже дай миллион зарплаты. Ты будешь лучше делать то, что ты делаешь? Нет. Потому что ты не умеешь. Вот и они не умеют. Самая главная задача сериала – это сформулировать вопрос. Чемпионат мира нам дает шанс. Этот интерес, который вокруг скучает, это вокруг футбола сейчас появился. И сейчас он проявится летом. Он нам даст всем возможность рвануть вперед. Все нормально с русским футболом. В него нужно просто поверить и начать что-то делать. и начать что-то мне делать. Без сомнения, у «Крапивы» есть огромный шанс не только вырасти, но и дорасти до уровня суперзвезды. И забить красивейший гол за сборную на глазах у всего мира. Надо просто суметь этого дождаться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok